Готовность номер один. 1 сентября распахнут свои двери не только общеобразовательные учебные заведения, но и школы искусств. А потому и в этих домах творчества идет активная подготовка к началу сентября. Наша съемочная группа побывала в горках Ленинских, чтобы узнать, что подготовили для своих учеников педагоги местной школы искусств. В эти помещения школе пришлось перебраться в апреле этого года, после закрытия старого здания. Времени на переезд было немного, а потому именно летом пришлось основательно поработать над комфортом и уютом для учеников и преподавателей. Особое внимание к деталям. Поскольку это помещение раньше принадлежало администрации, оно немножко было такое официальное. Здесь висели жалюзи, они довольно-таки были старые. Мы вот поменяли на шторки такие приятные. Здесь теоретический класс, происходит здесь сольфеджио, проходит предмет сольфеджио. А также здесь у нас вот художники занимаются. Но одним декорированием кабинетов дело не ограничилось. В некоторых помещениях пришлось поработать основательно. Это класс Астафуровой Елены Анатольевны. И этот класс был самый такой бедственный, потому что когда протекала крыша, там окно затекло, стены были поцарапаны. Поэтому мы своими руками шпаклевали, красили вот низ, все чистили, мыли. И как вы можете убедиться, этот класс уже готов, чтобы пришли ученики и, так сказать, погрузились в музыку. Площадь старой школы была почти вдвое больше, а потому в новом помещении некоторые инструменты и ноты было просто негде хранить. Это тоже исправлено. Здесь, во-первых, мы поставили дополнительный шкафчик, который удалось нам спрятать. Большинство инструментов теперь они хранятся у нас в закрытом виде. И освободилось место для того, чтобы дети могли сидеть. Вот, можно заниматься ансамблем здесь. Также в некоторых кабинетах поменяли входные двери. Звукоизоляция в музыкальной школе – вещь важная. Сейчас здесь обучаются дети с 6 до 18 лет, но с 1 сентября посещать заведение смогут и маленькие жители горок. У нас открыто раннее эстетическое образование, раньше такого не было. Мы хотим задействовать деток именно с 3 лет, потому что нигде сейчас в поселении у нас такого нет. Будем заниматься, развивать и готовить платформу для поступления в первый класс. В сентябре детскую школу искусств начнут посещать более 80 детей. И теперь, стоит думать, учебный процесс будет чуточку комфортнее. Максим Козлов, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ.